Наташа, я хочу вас поздравить с вашими мировыми рекордами, я не буду вставать. Скажите, а вот такой философский вопрос, вам где лучше? Под водой или на земле? Два разных мира. Два разных мира? Ну вы вот так чувствуете внутренне, что человек вышел из воды? Внутреннюю такую глубокую свою связь с водой ощущаете? Лично я ощущаю себя с водой, я не знаю, как другие люди, потому что мы все любили с водой. Скажите, а вот когда вы ставите, например, свои мировые рекорды, вот с каким чувством вы идете на установление мировых рекордов? Вы так спокойно или волнуетесь, или некоторые спортсмены, мандражеры, вот как вы устанавливаете свои мировые рекорды? Если бы был в дублье Манкаш, рекордов бы не было, потому что предполагается, что даже если у вас полное, полное, полное заслабление должно быть. Никакого не нравится, что я не иду ставить мировые рекорды. Я не иду на какой злой злой, чтобы нестигнуть этой глубины. Ощущение такое, что я как будто бы возникаю в некую субстанцию, иной, очень таинственную для меня. Для меня зависит от таинственной, как для меня я таинственная. Я в эту субстанцию пролекаю, эта таинственная, и это ощущение трудно объяснить. Я сливаюсь со всеобщей, со всеобщей проблемой. Я готова на передавание. Становится? Да, это проблема. Ну, всеобщее такое уважение к глубине, к океану, оно должно быть. Потому что, мне кажется, когда вот теряешь, ну, когда все это перерастает в самоуверенность, это может плохо закончиться. Какое что-то? Ну, абсолютно верно. Абсолютно. Самоуверенность в реальности просто недопустима. Самоуверенность в чем ведет? Она ведет, ну, во-первых, блок-аут, во-вторых, она ведет к баракам. То есть, самоуверенность – это недоверие к своему телу. Когда мы игнорируем наши возможности, мы думаем, что наши резервы бесконечны. Резервы, конечно, резервы есть. То есть, они заканчиваются когда-нибудь. И мы должны уважать наши возможности. Скажите, а вот я некоторых фридайверов слышал. Они как-то пытаются, ну, как бы договориться с океаном, чтобы он их как-то пустил к себе. Может быть, даже я это и у вас читал. Ну, тогда следующий вопрос. А скажите, фридайвинг, вообще-то, вот он ограничен возрастом или нет? Ну, вот, опять же, ни на что не намекаем. До какого возраста можно заниматься фридайвингом? Можно прогрессировать, ну, достаточно долго прогрессировать. У вас Соломон есть из Израиля, а он в 70 лет установил личный рекорд. В 70 лет, но Роман был берем на 60 метров. Такие ревы должны быть. Бризена, она была Бризена, установила в 61 год. Сто личный рекорд на реаним в длину 600-й дворец. А вот еще, есть Американец, в 69 лет. В 69 лет. Установил личный рекорд. Он мне говорил, что вот он 10 лет занимается. Он просто ныряет на бассейне, ему это очень нравится. Он, наверное, тоже не сласкивает. Причем он нырял на спине. Гленгард. Ну, его зовут Гленгард. Такой. Нескосливый. Такой узенький плечики, животик. Просто такой приятный, очень, так бы, ну, не младой чувак. Ну, приятно. Общаться очень интересно, потому что очень много позитива. Вообще, у многих фридайеров, у меня у всех, у многих, немножко меняется взгляд на жизнь на самом деле более позитивным. Когда мы начинаем просто понимать, что просто дышать, это такая. Поэтому восприятие жизни, восприятие жизни меняется. Судаты есть, потому что, Алеша сказал, что в России очень много фридайеров, которые занимаются фридайером для удовольствия, по сравнению с другими странами. Мы знаем просто фридайеров из Европы, там очень много таких фанатиков в Европе. У нас их меньше. В нашей стране меньше фанатиков. А у вас тут какая позиция? Вы за фридайинг как мастерый вид спорта или для, все-таки, для профессионалов? У вас есть вид спорта, понимаете? Каждый принимает свою нишу, как в любой области. Фридайинг интересен, прежде всего, конечно же, развлечения. Мы всегда ныряли. Слово фридайинг, просто оно недавно появилось, а у ныряли в 50-х годах, в 60-х ныряли, ласка появилась в 30-х годах, в 40-х годах ныряли. Да и без вас ныряли, господи, раньше. Есть фотография чудесная. Там, правда, добыча русскими жемчужин в реках. Ну и русские больно ныряли. Слово фридайинг, оно модное, оно такое, конечно, современное, но ныряние давно появилось. Поэтому я, конечно, за развитие именно ныряльки. А спорт, ну, своего, вот спорт и другая вещь. Пусть развивается спорт и массовый фридайинг. Просто спорт чем хорош? Спорт хорош тем, что он может какой-то внести безопасность в обучение рекреационному фридайону. Это спорт второй. Он может предупредить, что могут возникнуть проблемы такого-то рода. Поэтому вот это вот, пожалуйста, стригайте сделать. Наши методики обучения основаны на нашем опыте. Ну и не только на нашем, на опыте других спортсменов. Поэтому мы можем уже с уверенностью говорить, чего надо избегать, меры предупреждения. И безопасный фридайинг именно из спорта притекает массовый фридайинг. А раньше ты как проживала, если он до фридайинга? Фридайинг, слово новомодный, а раньше как ныряет? Просто ныряет, ныряет. Да не только зажимчиком, посмотрите на детей, они ныряют. Но они там и зажимчиком ныряют, просто ныряют, потому что они понимают, что такое другой мир. Ну, просто немножко жрёй, это волшебство теряет. Они весь мир волшебный, а подводный мир еще более волшебный. Наташа, а вот скажите, ответьте на такой вопрос. У нас большая страна с большим количеством озер, рек, водоемов. У вас сердце кровью не обливается, когда, ну, много не умеет просто конкретно плавать, скажем так. И много трагических случаев на воде. Как вот, ну, как вы вообще к этому относитесь? Сердце кровью не обливается? Да, вот для этого мы и пишем, да. Вопрос был о том, что много водоемов в России, к сожалению, сейчас на случай, да, они случаются и случаются. Может быть, как-то в учебную программу в школе, ну, в урок полоскультуры. Вы уже есть в школе. Нет, я имею в виду плавание ввести вот как-то. Плавание введено. Введено, да. Школа с бассейном домом уже существует. Некоторые города. Некоторые города. Некоторые. К сожалению, да. Так, уважаемые гости и замечательные гости. Вопрос про упражнение по дыханию. Кстати, вопрос задавайте по руке. Вопрос такой, какое соотношение упражнений по дыханию и подошли к остальным тренировкам, да? Достаточно заниматься вначале 15-20 минут в день. Работать на технике дыхания. И через короткое время у вас уже будет самая техника правильного дыхания. Восстановительного, подготовительного. И также можно, в принципе, постоянно делать каждый день дыхательные упражнения. Также занимает это минут 10-15. И хорошо для развития диапагмы дыхательных мышц. Немножко занимаюсь. То есть раньше больше занимался, сейчас меньше. Сейчас больше времени на специфическую подготовку на трассе. И фридайвик, и вообще. Ну, йогой, скорее всего, можно сказать так. Я занимаюсь в плане растяжки больше. Как восстановление, растяжка. Ну, это хороший способ, чтобы поддержать себя в хорошей форме. Да, сфереде и интеллировать. Да, если их вам нравится, это хороший способ. То есть тут нет такого воздействия. Что для фридайвика нужно заниматься йогой. Это неправильно. За мной не нравится заниматься йогой, занимайтесь. Если вам не нравится, есть много разных других процессов. Подготовка. Я бы хотел. Если мы занимаемся уже глубоко, то там уже требуют какие-то определенные технические качества. Например, там силовая выносливость. Поэтому мы занимаемся вот такие минуты. Буквально 15-20 минут в день. Ну, а решу побольше занимается. Силовая подготовка. ОФП. ОФП, но без груза, со своим весом. Без дополнительной нагрузки. Ну, некоторые, знаете, очень любят медитацию, например. Пытаются во всяком случае. Да, да, да. Медитации нет. Медитацией мы не занимаемся. Ни я, ни Алеша. То есть мы в процессе тренировки уже используем психотизм, которые соединяются с тренировочными процессами. Отдельно мы это не тренируем. Расскажите, пожалуйста, про свои интересные случаи плавные с дельфинами. Мы вот так-то раз попали в Марсалане на целую стаю. Но было достаточно сложно, потому что, конечно же, они ломятся, как сумасшедшие, за ними не угнаться. И они вообще никак не обращают внимания на людей. И вот у вас как-то по-другому был какой-то другой интересный? Мы уже с акулами встречались, расскажите. Каким мы с дельфинами? Мы с дельфинами с акулами. Я не знаю, что если подход ломится, то есть вот они ломятся. Это значит, что мы ломимся к ним. Если они от нас ломятся, выбегают. Значит, нам не надо, наверное, ломиться к ним. Потому что и как? Свой мир. И просят ли они нас свой мир? Это же вопрос. Это даже сначала вызвать доверие, чтобы они нам доверились. И потом запустили свой мир. Или, может, еще и другое настроение, и не захотят нас пускать. Вот тут снова деликатность. Мы ее можем проявить между собой, людьми. А почему-то мы считаем, что спорт деликатность к животам не применил. А с акулами не встречались? Конечно, с акулами, да. Вопросы. Встречались ли мы с акулами? Алеша. Мы все знаем. Девожай. Расскажи, расскажи. Я расскажу вам лучше историю недавнюю. То есть это за Багаму. Там небольшие акулы плавают. Есть совсем маленькие, по 1,5 метра, по 1,5 метра. И мы с французами, между тренировками, между соревнованиями, просто любим покупаться там по телеграмме. И мы регулярно займем акулу, чтобы у нас было свободно. Через 5 лет, когда нам утренится, столица недоброго. Ну, плава сегодня. В очередной раз мы их звали, они пришли, походили к берегу. И метров к 10 уже от берега, прямо перед нами была огромная акула. Ну, огромная, конечно, относительно, но больше тут нет. Но когда она перегородила на акулу берега, и стояла на акулу, неожиданно. Ощущение какое было? Вообще страх, я не знаю, а вот какое ощущение было? Было, было ощущение, конечно. Нет, страха не было. Просто такая осторожность. Но интереснее даже, если не брать акулу, вот интереснее была встреча с пятистами, голохвостами скотов, скотов. Да, с пятистами, голохвостами скотов по-русски. Так же, точно так же они выплыли. Мы звали, ребята звали, выпало 100 из людей этих вот скатов. И проплыли мельюми на нас, проплыли мельюми на нас. Мы свернулись перед нами, кто ли обратно вас, они вышли посмотреть, кто это там, что там взорвёт. Как вы их звали, да? Как вы их звали? Ну как звали? Как понять звали? Акула, иди сюда. Нет, там звуки, они делали разные звуки, а я здесь так, так. Так вот, такие вот. Ну так, морально всегда готовы к встрече, да? Таким вот, к неожиданности. Или это, или всегда это будет для вас неожиданность, если это произойдёт? Так, если один из зала кто-нибудь может признать область. Костя. Галёрка уже достала, да, скажите? Галёрка. Галёрка достала уже. Михаил, Веселиков, какой у вас вопрос? Михаил, у меня вопрос.